Итак, российская, вначале я говорю, русская социальная демократия, в данном случае, это явление относительно новое. Дело в том, что по большому счету, как такового национализма в России, несмотря на... Ребята, можно потише чуть-чуть, подождите. Запамятный пример, по большому счету, очень долго не было. Это новое явление. Дело в том, что по большому счету, например, было 90-е годы. Зарегистрировать надо только что-то, пока вопрос идёт, что вы же не дадите. Так вот, несмотря на то, что в 90-е годы, у нас уже стало так называемое патриотическое движение. Мы типа любые, которые страшные патриоты, они же красно-коричневые, они же там... Они читали газеты «Завтра», они собирались к каких-то подпалам, подпели воздуху и мечтали о том, что у них всех страшных жилов, поисковых. Но всё это действительно было. Правда, все эти люди, по своей идеологии, если она у них вообще была, по большому счету, националистам это не было. Из тех правовой идеологии действительно было, а это были буквально... Это были так называемые патриоты государственных. В настоящий момент они тоже есть. Другое дело, что все они сейчас работают. Существующие. Ну, например, если вы понимаете, это был Александр Сутиков. Да, да, да. Весьма измешки с 90-х кодекционера, который он рядом с нами... Али, 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 али. Кто он сейчас, я думаю, вам известно? Нет, не известно. Он говорит мне и что-то бывает. Ой, слушай, Макс, давай я обридумываю... Точно то, что самое хорошо звучит с удовольствием, с удовольствием, с удовольствием, с удовольствием. Почему? Может быть, они были плохие люди или, может быть, и плохие. Нет. По большому счету это следовало из их собственной идеологии. Дело в том, что это была идеология, согласно которой государство превыше народа. Вы понимаете? Интересно. Государство превыше народа. Они ненавидели Чубайса, Гайдара и так далее за то, что они, по их мнению, разрушали государство. Унижали его институты. Разрушали армию. Писали гадости как в Великий Советский Союз. Но, в большей части, именно за это. А, например, не за то, что реформы, которые многие страны привели к экономическому подъему, в России почему-то привели к обнищанию народа, консервацию бедности, из-за довольно безобразной приватизации и прочих вещей. А, ну нет. Они именно обращали внимание как раз на внешние проявления всего этого процесса. Поэтому, когда пришёл Путин, который, вот, вот, типа, поближал всё это делать, и при котором государство, по крайней мере, обрело какие-то внешние черты и отличия, они, по большому счёту, стали на стороне на сторону права. Потому что, по большому счёту, они не были на стороне людей, народа. Они были на стороне внешних атрибутов отличных. Чтобы танки грохотали, понимаете ли? Чтобы какие-то звёзды выпускались или нет. Чтобы всё было прилично, чтобы государство не оскорбляли. Ну и чтобы там, соответственно, по телевизору не показывали всякие на подрезки. По большому счёту, это и было всё то, чего они, конечно... Соответственно, та часть патриотического ландера, которая как раз на это обращала мало внимания, а для которых важно положение наложено положение в том числе национального большинства, например, русского национального большинства в России, у которого имеются очень большие проблемы, начиная с падения рождаемости, и качая, например, неравном положении русских отношений к русским народам. Так вот, они отделились от общепатриотического лагеря. Это отделение происходило примерно в начале 2000-х годов. В 2003-х годах, если вы знаете, как у нас он был готов на еду, тогда организация маленькая и малого произнесла. В 2005-х годах у нас был номер один. Это, собственно говоря, одна макция, которую мы можем узнать. До сих пор возглавляю я. Первая русская правозащитная организация. Но правозащитник, надо сказать, в патриотической среде всегда был ругательный. Почему? Потому что под правозащитник люди не принимались. Люди типа Сергея Адамовича Ковалева. А Сергея Адамовича Ковалева, Ковалева, просто принимали за то, что она такая... Только она сейчас. Только она сейчас. Да, всем ли слышно? Я могу и погромче. Лучше погромче. Буду уже действительно как на митинге без микрофона. Так вот, продолжаю. Слово правозащитник было когда-то для русских патриотов страшно ругательным. Вот хуже только было слово еврей, наверное. Почему? Потому что под правозащитниками понимались совершенно определенные люди, которые тогда в основном показывали на тогдашнем НТВ. Семьего Сергея Адамовича Ковалева. Причем показывали только с одной стороны, как защитников каких-нибудь чеченцев. Естественно, их патриоты не любили. При этом то, что правозащита, это вообще-то говоря, совершенно необходимая часть гражданского общества. Я думаю, что люди нуждаются в том, чтобы их права защищали. И что на самом деле у нас проблема не в том, что у нас страшное правозащитие, а в том, что не хватает, что, например, нет людей, которые защищали бы, словно говоря, обычных русских людей, а не Закаева. Так вот, но Закаева, наверное, русские люди находились. А вот у русских нет. Так вот, я был в учениках первой русской правозащитной организации. Рода русского общественного движения. Первое дело, которым мы занимались, это было дело о самозащите. Это было дело Александра Ивановича. Может быть, кто-то помнит, если нет, я расскажу. Дело было такое. Девушка, которая, что называется, неудачно села в такси, в водитель, Попытался, но, просто говоря, травмировать. Изнасилование. Так вот, у нее был с собой в сумочке кухонный нож. Она им воспользовалась за орудие самозащитой. Если кто-то из вас обращался с ножом, вы понимаете, что с одного удара ножа, допустим, убить человека, это практически невероятно. Должно очень сильно повезти или не повезти. Да, повезти должно сильно. Вот этим ножом попало бедренную венку. Да, кстати говоря, к тому моменту он уже был без штангу. Так вот, соответственно, можно здесь себе представить, что было дальше. В принципе, это было так. Что, милиция, что ли, пришла? Они техничные. Современные памятники. Но я все-таки продолжу о неприятной просьбе. Так вот, соответственно, что произошло дальше? Вы знаете, что наши суды ненавидят дела о самозащите. Они очень любят, когда люди защищают себя. Неважно от кого. Просто потому, что наш человек не должен себя защищать. Он не должен чувствовать себя вправе это делать. А тут еще вмешался тот фактор, что водитель был армянином и надавила диаспоры. Так вот, мы взялись за это дело. Мы стали устраивать прямо у суда пикеты. Постоянная, скажем так, дежурка. Ну, примерно вот все то, что в дальнейшем стало стандартом гражданской активности. Так вот, мы даже устроили митинг на Пушкинской площади. Тогда это еще было возможно. Устроить митинг на Пушкинской площади, и чтобы тебе его запурсовали. Так вот, мы устроили. Началась шмиха. И власти пошли на подятный. Ее оправдали. Иваннику оправдали. Вы знаете, какой процент оправдательных приговоров в российских судах? Он меньше, чем при Сталине, если кто не знает. Так вот, в этом отношении это была сенсация. Об этом газеты писали. Оправдательный приговор по самозащите. Типа не бывает. Соответственно, к нам пошли люди. И мы начали заниматься этим делом уже более или менее на постоянной основе. Так. Поскольку я немножко охренеть, мне предлагаю следующее. Вот здесь вот еще. Остались прошу 18 ответов. У кого их нет, у кого есть, передавайте тем, у кого их нет. Передавайте, друзья. У кого это, пожалуйста. Да, пожалуйста. Дайте экземплярчик. Ради Бога. Ну ё-моё. Сейчас еще придет. Что в России, как и все остальные, это какой-то день. В данном случае мы противниками. Специально принимать вопросы, кто русский, кто не русский. Мы считаем минусами по одной простой причине. Вот, кстати, забавная тема. Почему-то все спрашивают, если идет националиста, а как вы отвечаете русскому отверстию. А я могу сказать, что с нашей точки зрения это вопрос совершенно нас не интересующий. А сейчас объясню почему. Потому что мы именно национал-демократы. Мы считаем, что поскольку русские составляют в России большинство, это все, что хорошо большинству, хорошо русским. Просто вот так. Поэтому для того, чтобы осуществить все желания русского народа, достаточно четко соблюдать демократические процедуры. В этом, собственно, национализм и состоит. Любое решение, принятое демократически демократических институтов в России, оно успешно будет отражать... И этнического большинства. Поэтому мы не интересуем, да. Поэтому мы не интересуем, да. Именно. Именно да. В этом отношении, кстати говоря, все рассуждения на тему того, что кто-то будет отделять русских от демократических и так далее, это бред, конечно. На самом деле, да. Я здесь, кстати, отдохнул. Только немножко потому что тяжело говорить. А я немножко... Меня зовут Алексей Обанин. Я ученый на съемном комитете национальной демократической партии. Поскольку сегодня лекция наша посвящена национальной демократии, я вкратце дам определению основного тема. Ну, как мы его увидим в этом высоте, если о чем-то, чтобы меня поправили. Национальная демократия, как вы понимаете, состоит из лучших. Национальная демократия состоит из лучших. Национализм и демократия. Если говорить вкратно, что оба этих терминов наших пониманий себя представляют. Национализм – это учение о приоритетности национальных интересов. Если говорить о государственном составе многолучном – это учение о приоритетности интересов, в первую очередь государственного образования. Это краткое, такое простейшее определение национальных демократии. Что такое демократия, в вашем понимании? Это не мимическая народовласть, а когда все правы правят государством. Ну, конечно, невозможно. Это система развития социальных институтов гражданцев, которые позволяют населению оказывать влияние на власть, на ее решения. Таким образом, в каких-то ключевых вопросах эта власть контролирует, не допускать того, чтобы она скатилась в беспредел и в диктатуру. То есть демократия, в нашем понимании, это учение о приоритетности интересов гражданского большинства. Что такое, соответственно, национальная демократия? Это система государственного устройства, в основе которой лежат интересы государствообразующей нации, которые регулируются посредством экономического института. По-моему, Россия является Россией абсолютным большинством и этническим, и гражданским, то национальная Россия, русская Россия, она не может не быть демократической, а демократическая Россия не может не быть национальной. Собственно, вот это наиболее емкое определение на русском народе. Да, совершенно верно. А теперь я немножко продолжу про историю. Так вот. Значит, дальше. Роско-общественное движение стало функционировать именно как правозащитная организация. Мы, может быть, меньше занимались политикой и больше занимались конкретными делами. У нас есть свои юристы, у нас есть свои, скажем так, информационные ресурсы, которые позволяют просто продавать строительные государства. Так вот, от нас, в какой-то момент, мы находились в стенку. И стенка эта была очень простая. Мы могли бы помочь, скажем так, какому-то отдельному человеку, но мы не можем помочь всем или даже значимому числу людей. Просто потому, что у нас мало ад и повышение прав человека в России. Дикое количество. Поэтому мы приняли решение стать уже политической силой, то есть заняться политикой более или менее профессиональной. Значит, сначала, мы, честно говоря, не рассчитывали на то, что нам это удастся делать, скажем так, более или менее в законных основаниях. Просто потому, что наша политическая система была заморожена. Но сейчас, как известно, благодаря тому, что происходило в стенке, в стене в проекте, в которых, кстати говоря, националисты приняли довольно значительное участие. Так вот, власть, как известно, пошла некоторым образом на попытки. В частности, разрешила регистрацию новых политических партий. Сейчас мы создаем профессиональную демократическую партию в России. Мы, кстати говоря, не одни, а не другие силы, которые пытаются играть на нашем уровне. Я буду говорить, что не бывает на себе. Так вот, мы собираемся отстаивать именно демократический, европейский путь развития России. Мы считаем русским и другие народы России европейскими народами, а Россию европейской страной, которая может устроить свою жизнь не хуже, чем, например, Восточная Европа, с которой мы по большому счету берем примеры. Я сам, кстати говоря, ездил в Восточной Европе. Я знаю, как это устроено делать. Я могу сказать, что Россия может быть страной уж точно не хуже, чем какая-нибудь Польшая, которая, кстати говоря, представляет из себя приемлемой такой физичной национально-техронической страны. Просто, можно сказать, это луцей. Так вот, я уверен, что мы, с нашими взглядами, заинтересуем достаточно большое количество избирателей. И так или иначе, сможет быть приятен в России. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...